Друзья, приветствую! В этом видео хочу дать вам одну небольшую, но очень важную рекомендацию. Не пренебрегайте изучением сольфеджио, хотя бы базовых основ, потому что многие играют по табулатурам и испытывают большие сложности со считыванием музыки с листа, особенно когда не понимают длительности. Так что рекомендую вам выучить длительности, целые ноты, половины, четвертные, восьмые и шестнадцатые, также паузы, целые половины, четвертные, восьмые, шестнадцатые и правила точки. Точка, когда ставится справа от ноты, прибавляет 50% к звучанию самой ноты. И если вы видите, например, восьмую ноту с точкой и рядом шестнадцатую, знайте, что 75% длительности уходит на восьмую с точкой и оставшиеся 25% уходят на шестнадцатую. Если вы не понимаете, о чем я говорю, обязательно изучите длительности в композиции. Также неплохо будет, если вы познакомитесь с триолями. Почему я об этом говорю? Это наболевшая тема. Буквально на днях мы с одним из моих учеников разбирали композицию Гершвина, колыбельную. И несмотря на то, что он здорово уже играет на гитаре, мы столкнулись с трудностями. Он не может с листа бегло считать то, как звучит композиция в оригинале. Я сейчас вам наиграю эту мелодию. Вот здесь сразу в одном такте встречаются у нас и триоли, и четвертные ноты, и восьмая с точкой и шестнадцатая. И если не совсем понимать, о чем идет речь, то не получится высчитать эти композиции. Даже если вы по табулатурам бегло достаточно играете. А если вы понимаете, о чем идет речь, тогда намного проще считывать мелодию. Знание базовых основ сольфеджио очень сильно облегчит вам считывание музыки с листа. Не пренебрегайте этим, и у вас все будет хорошо получаться играть с листа. Если эти рекомендации показались вам интересными, важными, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте колокольчик для того, чтобы получать оповещения, когда появляются новые видео на этом канале. Делитесь видео в социальных сетях, а мы с вами увидимся уже в ближайшем видео. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok